В нашей студии сегодня новая декорация и смастерила её наша подписчица. Ну, это участница конкурса «Зима на ТСВ» и победительница Арина Лукашевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Арина, добрый день. А вы что, Арина, архитектор? Ну, в каком-то смысле, да, получается. Есть образование у вас архитектурное или просто построили картонный дом, можно смело считать себя архитектором? Вот второй вариант. Построила картонный дом. Архитектор. Может быть, когда-нибудь построю настоящий. Это, кстати, хорошая визуализация. Построил сначала картонный, представил себя в этом доме и вот так пойдёт и будешь жить в настоящем. Ну, правда, ёлочек придётся подождать, но это не страшно. Арина, мы знаем, что в конкурсе участвовала вся семья. С ребёнком-то понятно. Вот как мужу говорили. Нет, вот подожди, подожди, что ты сразу... А ну-ка, перечислите, кто эта вся семья и кто чем занимался. У всех было какое-то своё задание? Мама распределяла, кто что будет делать? Или каждый сам вызвался, я буду резать, я буду клеить? Конечно, руководила я этим всем процессом. Муж вырезал. Так. Ребёнок делал вид, что вырезает. Так, архитично для видео. Вот, я делаю всё остальное. Ясно. А вот, ну, я просто тоже, у меня дома ребёнок, его, в принципе, несложно уговорить заняться каким-то творчеством. Но вот мужа уговорить что-нибудь, вот какие-то подделки из картона, это уже сложнее. У вас есть какие-то секретные приёмчики? Ну, да, есть. Делитесь. Я вышла замуж за человека, который поддерживает вот такие вот мои идеи. Умничка, молодец. Это самый правильный вариант. Выбираешь нормального мужа, и он тебе потом вырезает из картона всё, что ты хочешь. Он поддерживает каждую мою идею. Умница, молодец. Ну, мне кажется, компаньон такой и нужен. А вот эта работа была конкретно для нашего конкурса, или просто совместили вот приятное с полезным? То есть хотели квартиру украсить и решили, о, там ещё и конкурс «Зима на ТСВ», может, снимем? На самом деле, да. Мы хотели, ещё в прошлом году я хотела сделать такие домики, но вот как-то не судьба была. А в этом году раз, ещё и конкурс. Ну, и такой стимул дополнительный. Так, ещё и стали победителем этого конкурса, да? Какой подарок получили? Набор посуды? Набор посуды, да. И применили эту на Новый год и из новой посуды и ели, да? С большим удовольствием. Гости к вам приходили? Был у них восторг? Нет, гости не приходили, но вся семья была в восторге. Ребёнок помогал носить блюда на стол, накрывал скатерть и тоже получал максимум удовольствия от этого всего. То есть теперь у вас всё в одном цвете, в одной тематике, прям такая новогодняя? Да, вот буквально сегодня тоже ребёнок накрыл свой игрушечный стол этой скатертью. Чудесно. Мне кажется, семья пришла, смотрит, и он такой, я, 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 я. Было такое ощущение у вас? Да. Вот тематика этой поделки, она новогодняя. Огоньки, ёлки, там снежный домик. Ну вот можно её под какие-то другие времена года переделать? Или всё-таки вот она постояла неделю, и ты её сложил и больше никогда не использовал? Ну это, я думаю, уже переделать нельзя. Можно придумать новую какую-то. А ну подскажите нам. Я просто рассчитываю на то, что зрители, которые нас сейчас смотрят, на вашу поделку тоже вот обращают внимание и думают, а почему бы и нет? А почему бы не попробовать? Почему бы не повторить? Поскольку у нас там весна-лето, ожидают нас, я надеюсь, что всё это придёт. И ничего нам не помешает. Подскажите, как сделать вот на другой сезон? На самом деле вдохновение, оно приходит во время работы. Вот ты начинаешь что-то делать, хоп, ещё идея, хоп, ещё одна идея. Вот у меня лично было так, только в процессе работы. А вот какие там были нюансы, которые пришли в конце работы? Я видела там просто маленькие геройчики какие-то есть, да? Вот эти вот силуэты людей, они пришли как раз по ходу работы, да. Это может быть члены вашей семьи там из картона, или это просто такие рандовые люди? Нет, это часть моей фантазии. Ясно, хорошо. А вот по поводу, кстати, поделок вот таких, если кто-то посмотрит и захочет повторить, например, какие дадите вот практические подсказки? Такие, вот этот картон плохой, вот этот хороший, вот этот клей не берите, вот этим пользуйтесь. Я вот тоже из собственного опыта, Славик, извините, перебила немножко, когда я делаю пиньяту ребёнку на день рождения, в какой-то момент я поняла, что брать для неё твёрдый картон – это плохая идея. Потому что дети, там я ещё клеем таким всё промазывала, так, чтобы вообще было не сломать, и дети просто полчаса били этой битой, никто не мог вскрыть эту пиньяту, а её смысл-то всё-таки, чтобы она развалилась. И оказалось, что самый лучший картон – это картон от коробок от пиццы. Он по размеру как раз хорошо подходит, хорошо клеится и хорошо разбивается. Может, и у вас тоже было что-то такое? Картон такой хороший, такой плохой? Ножницы, клей, там что-нибудь? На самом деле, абсолютно первопопавшийся картон. От чего это? Холодильник новый у вас принёс? Нет, это муж принёс. Ага, добытчик какой-то. Да, и он, кстати… Сумку мне муж принёс, кольцо мне муж принёс. И поделку. Муж принёс. На конкурс, да, и выдержал. На самом деле, очень похоже по толщине на коробке из-под пиццы. Примерно, да. Хорошо. А вот чтобы держалось всё, не заваливалось, может, клей какой-то ПВА, или клей-карандаш, или, может быть, сами там сварили из крахмала что-нибудь. Но мы пользовались клеем-пистолетом. Именно как эту конструкцию всю поставить, она не будет ни на каком клею держаться, кроме вот этого пистолета, да, силиконового клея. Чудесно. Спасибо вам большое за вдохновение. Настроили и нас, и наших подписчиков. Мы вас ещё раз поздравляем с победой в конкурсе. Но пока не отпускаем, есть у нас для вас викторина. Ну, а мы продолжаем тему творчества. Сейчас Аня Кучеренко ознакомит нас с работами молодых художников. Возможно, когда-то в будущем кто-то из них станет настолько же известным, как им Михаил Орионов. Друзья, мы хотим провести для вас и для нашей гости викторину. Сейчас будем показывать фото вещей, которые использовали в быту, в старину. А есть одна вещь, которую используют и до сих пор. А вы вместе с нашей гостьей постарайтесь угадать, что это такое. На телефоне у меня всё есть. Подготовили мы. Ничего страшного. Вот такая вещь. Для чего она используется? Да, что это за вещь? Похоже на какой-то поджиг. Поджиг? Так. На фен ещё, кстати, смахивает. Ну, смахивает. Да, мой сын точно бы сказал фен. Ещё предположение. В старину используют. Ну, не прям в старину. В таком виде этот предмет использовали совсем недолго. Буквально год. Но потом его переделали в более удобный такой вот вариант. И мы им пользуемся до сих пор и вообще, в принципе, без него уже свою жизнь не представляем. Предположить. Ну, два варианта у нас есть. На самом деле, это беспроводной пульт от телевизора. Самый первый. Причём его создатель тоже сидел возле телевизора. Ему очень не нравилось постоянно вот эту вот рекламу переключать. Для этого был уже пульт, но он был со шнуром, и люди об этот шнур спотыкались. И вот он дал своим, там, не знаю, сотрудникам задание разработать беспроводной пульт. И вот это был самый первый. Им надо было нацелиться там на определённое место в телевизоре и вот этим вот инфракрасным лучом попасть и переключить. Мне кажется, он был. Никогда бы не подумала, честно говоря. А ну-ка, лисните в следующую сторону, и там будет следующая картинка. Что это, как думаете? Можете перевернуть, чтобы покрупнее. Кстати, эту вещь изобрели очень давно и используют её до сих пор и в наше время. Накладная грудь. Неплохой вариант. Она поменьше, она маленькая, давайте так. Она примерно вот такого размера, вот эта штучка. Вот такая. И она надевается, например, на такого же размера. Головы. Голову. На голову? Да. Кукольную голову? Ну, кстати, тоже неплохой вариант. Может. Знаете, что это? Может, это какой-то зажим для волос? Зажим. Это очки для кур. Да, я вот тоже, кстати, для меня сегодня было открытие, что курам нужны очки, потому что я всегда, ну нет, не буду лукавить, я никогда не думала о том, что куры это милые создания, но сегодня, по крайней мере, я узнала о том, что куры бывают очень агрессивными. То есть если одной курицы, ну как говорят, что у вас за курятник, вдруг показалось, что какая-то другая курица как-то косо на нее посмотрела, или же в одном курятнике несколько петухов, то они могут устраивать бои просто не на жизнь, а на смерть. И поэтому есть негуманный способ клювы отпиливают, чтобы они друг друга не клевали, а вот это гуманный способ, то есть очки надел, никаких косых куриных взглядов ты больше не видишь, и никаких конфликтов у тебя нет в курятнике. Так, и еще там есть фотографии? И нам тоже покажите. Не очень гуманный способ, конечно, но... Ну, по сравнению с отрезанием клюва, да. Ну да, по сравнению. Если сравнивать с этим. Так, вот, вот это вы должны угадать. Это вот, кстати, мамы в быту используют, особенно те, у кого есть дети, особенно те, у кого есть маленькие дети. Прям максимально подсказываю вам. Давайте так, верхняя часть вращается, это ручка. Можно крутить, да. Может, какой-то музыкальный инструмент? Это посуда. Да. Посуда. Это блендер для детской пищи. Блин, и вот я подумала про блендер, почему я не сказала? А это он и есть, причем, когда его придумали сначала, это было такое приспособление для замешивания ингредиентов для алкогольных коктейлей. Но нашлись люди, которые поняли, что на коктейлях не стоит останавливаться, и можно из этого сделать штуку для приготовления детских пюрешек. Причем, кстати, бренд Moulinex этим занялся и первый вот эту вот такую сделал. И последняя у нас там есть фотография для вас, Ирина. Бинокль? Так, вот это что правильно. Это связано с глазами, но не бинокль. Но прям вы очень близки. Так, если не бинокль, может быть, проверяют зрение? Что-то для зрения. Максимально вы близки, не будем вас уже мучить. Я прям сразу вам... Еще есть варианты? Наверное, проверка зрения и вставка линз разных. Может быть, да. Для очков хорошая идея. Ну, на самом деле, там две фотографии вот этого приспособления, и вот есть где такой более яркий оранжевый. Так вот, вот эти части, они резиновые. И оказалось, что это массажер для глаз. То есть ты вот вставляешь... Надеюсь, не куриный. Его в 1850-х годах придумали, и заявлялось, что нажимая на вот эти вот наглазники, ты массажируешь глазное яблоко, там кровообращение улучшается, и можно даже вернуть потерянное зрение. Конечно же, люди в это верили, покупали, но через какое-то время поняли, что все это обман и не работает. Поэтому до наших времен такая штука, конечно же, не дожила. Вот так интересно вам было, Арина? Да, очень. Хорошо. Ну, мы рады, что вы улыбнулись. Надеемся, что наши зрители тоже что-нибудь смогли отгадать. А мы сейчас что делаем, Славик? А мы сейчас узнаем, что кто хорошо кушает, тот и крепким становится. Как и спортсмены-воркаутеры из Тирасполя, на тренировки у них побывала Анета, прямо сейчас нам все и расскажет.